За новый парень такой. Здравствуй, Саша, вот он. Я тебе привычный вечно поскриженный коротко, когда ты сидишь такой шапкой, думаю, что тут новый парень такой. Окей, слава Богу за мужей, которые сегодня пришли, потому что тема сегодняшнего нашего служения – это муж глазами Бога, или человек, которого Бог избрал на эту должность и посвятил его, чтобы он был действительно благословенен для этого. Прежде чем я буду читать разные места из Писания, я выписал такие определения, как мир определяет слово «муж». И когда я начал это выписывать, я такой думаю, очень интересно, совсем не так, как, ну, может быть, большинство людей это понимает. Первое определение. Муж – это взрослый, самодостаточный, отделенный от опекунов, умеющий брать ответственность и надежный человек. Второе определение слова «муж» – это человек, который может себя обеспечить, человек, который занимается общественной деятельностью и взял себе в ответственность женщину и детей. Представьте, да? То есть муж – это не то, что у него есть жена и дети. Нет. Это человек, который может себя обеспечить, это человек, который ведет общественную деятельность и человек, который взял ответственность за женщину и детей. И такое выражение мне понравилось. В отличие от мальчика или парня, муж понимает, что за все свои решения он отвечает сам. Так что сегодня мы будем разбирать очень интересную тему. И даже если вы не муж, а женщина, но у вас нет мужа, и вы бы хотели знать, какой выбор сделать правильный, чтобы не ошибиться, эта тема будет тоже актуальна для вас тоже. Потому что на самом деле, почему много женщин страдают в браках? Потому что, скорее всего, делают неправильное решение. И делают сначала это решение ушами, а не глазами. И мозгами иногда. Так что, пожалуйста, сегодня мы будем изучать эту тему. Ну и, естественно, начинаем это с бытие второй главы. Потому что бытие, вторая глава, это идеальная модель. Вообще всего. Вторая глава, 15 стиха. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Я уже говорил частично об этом в прошлом воскресенье. Но первое, что мы должны понять, что человек в теле мужчины, который изначально был взят Богом, для того, чтобы поместить этого человека в Эдемский сад, чтобы первое, что должен делать мужчина в Эдемском саду, он должен был возделывать и хранить этот сад. То есть первое, что какая ответственность мужа, ответственность мужчины, ответственность человека, который в духе назван Богом как мужчина, это человек, который избран Богом и поставлен Богом в ту сферу, в которой он находится. Не имеет значения, это человек пастыр, или это человек бизнесмен, или это человек уборщик, или это человек строитель, он на своей работе, на том месте, в котором Бог его поставил, он возделывает и хранит, и делает всю работу как для Бога. Это человек, который понимает, что ту ответственность, которую ему доверили, это ответственность от Бога. И первое, что он должен там делать, он должен быть ответственным. Он должен быть человеком, который делает все жертвенно, человеком, который вкладывает туда все свое сердце, все свои знания, все свое понимание и разумение. И прежде чем выбрать мужчину или мужа как главу семьи, как человека, который будет отвечать потом за тебя, за твой быт, за твоих детей, прежде всего нужно понять, этот человек ответственный на своем месте или неответственный. Этот человек действительно отдает этому все свое сердце. Этот человек действительно возделает и хранит. То есть прежде чем создать что-то с мужчиной целое, нужно сначала узнать о нем побольше, что о нем говорят его начальники, что о нем говорят окружение, что о нем говорят в церкви, к примеру, что о нем говорят его пастора, его служителя. Если у этого человека больше негатива, чем позитива, то нужно задуматься, достоин ли этот избранник быть твоим мужем и быть вообще стабилем. То есть прежде чем сделать какое-то решение, прежде чем сделать какие-то, ну, даже попытки к решению создать с мужчиной и мужем какие-то совместные дела, нужно максимально узнавать. Не слушать то, что говорит мужчина. Мужчина может наговорить в два короба, но потом эти слова на самом деле могут ничего не значить. Дальше. Второе, что важно в качестве мужчины, в качестве мужа, этот человек должен иметь отношение с Богом. Этот человек должен иметь общение с Богом. Этот человек должен четко понимать, что Бог дал для первой заповеди, которую он дал, он дал для мужчины. Он общался с мужчиной, с человеком, который был в теле мужчины, в теле мужа. То есть этот человек должен понимать, что есть заповеди, за которые он отвечает, Есть заповеди, которые он должен следить, он должен выполнять, он должен придерживаться, он должен знать эти заповеди досконально. И тогда, если этот мужчина, этот муж, он будет действительно благословением и для себя, и для своей семьи, и на том месте, в котором он работает. На ночной молитве мы затронули очень интересную тему, и Аня Разоблад начала хвалиться своим мужем, что он уже два раза был номинирован как человек года на своей работе. И мы как-то разговаривали с Аней, мы ехали, и она мне говорит, я горжусь своим мужем за то, что он действительно делает всю работу как для Бога. То есть человек, который четко понимает, что на том месте, где он находится, он должен явить Бога, он должен явить его присутствие, его славу, его исполнение, его заповеди. То есть человек, который должен делать все досконально, не халатно. И тогда этот мужчина, этот муж, этот человек в теле мужчины достоин внимания, чтобы его рассматривать как кандидатуру, с которым что-то иметь вместе. То есть, второе, мужчина, это человек, который имеет отношение с Богом, человек, который сфокусирован на его слове, человек, который постоянно углубляется в его слове, человек, который постоянно следит за тем, чтобы его слово в его жизни, в жизни его семьи, в жизни той дела, в котором он занимается, оно должно быть исполнено в точности. И сказал Господь, Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствованного ему. Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как нарисчет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Третий пункт идеальной модели мужчины и мужа это миссия, призвание, предназначение. Это то, что непосредственно должен заниматься мужчина, ну муж. Потому что на самом деле, когда мы будем изучать сегодня дальше все последующие места из писания, мы увидим, что за движение семьи, за движение детей, за движение жены ответственный муж. И как муж имеет миссию, предназначение и призвание, туда семья и придет. Если муж не имеет свое предназначение и призвание, если муж и мужчина не понимают важность и ценность самого, как человека, который Бог назначил и призвал к чему-то большому, то эта семья пойдет не по тому курсу. Она зайдет не туда, куда надо. Она будет несчастной. И наша мечта, наша цель, наше видение, чтобы мужчины в первую очередь взяли ответственность за себя, за то, чтобы наладить отношения с Богом, на то, чтобы принять Божий призыв, Божье призвание, взять ответственность за ту сферу, которую Бог не призывает. И тогда женщина, дети, жены, они пойдут за таким мужчиной и будут действительно помощниками, которые Бог предназначил каждую женщину. Что происходит, когда мужчина перефокусируется с Божьего Слова, перефокусируется с миссией, перефокусируется с общением с Богом, перефокусируется с того, что его, ну, как бы, впускает в свою жизнь что-то другое. И увидела женщина, 3 глава, 6 стих, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вочтеленно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Многие, мы высшие стихи будем читать в следующее воскресенье, но когда многие, я слышал многие проповедуют, когда проповедуют именно этот стих, почему-то обвиняют женщин. И говорят, вот такая-сякая, растакая взяла и подставила мужика. И я, когда читаю этот стих, я всегда понимаю, если этот муж, он назвал это дерево персиком, и Бог ему сказал, этот персик кушать нельзя, или яблоко, или неважно, финик, грушу, не имеет значения. Если сам мужчина назвал это дерево грушей, и Бог сказал, от этой груши кушать нельзя, то кто бы ему не принес грушу, он должен был сказать, слушай, извини, это груша, и Бог ему сказал, не есть. Даже если ты будешь меня упрашивать и уговаривать, и все, что ты хочешь делать, я не буду этого делать, потому что это уведет нас от Бога. Это уведет нас от того предназначения и миссии, которую мы предназначили. Это помешает нам быть друг другу в благословении. То есть мужчина в тот момент должен был выполнить те три пункта, которые мы сегодня читаем. Но почему-то в этой сфере мужчина перефокусировался. И когда он перефокусировался, что происходит? И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от леса Господнего между деревьями рая. И воззвал Господь к Адаму, и сказал ему, Адам, где ты? В третьей главе я опять вижу, что начало общения Бога начинается с мужчины. Начинается с того мужчина, муж, где ты? Я ожидаю тебя на общении, я ожидаю тебя на молитве, я ожидаю тебя на размышлении над моим словом, я ожидаю тебя на выполнении твоей миссии. Где ты? Когда мужчина, я сейчас несколько историй еще расскажу, когда мужчина перефокусируется с того предназначения, с той миссии, которые изначально Бог его предназначил и поставил, мужчина в кустах. Когда он перефокусируется с того, что Бог его предназначил. Когда он теряет, первое, это понимание, кто он как мужчина. Второе, когда он перефокусируется и перестает углубляться и изучать Божье Слово. Третье, когда он перестает выполнять то предназначение и ту миссию, которую Бог его призвал. Где мужчина? В кустах. Я вчера был в одной церкви, проповедовал, сердце крови отбываются. Такая же картина, как у вас. 80%, 90% в церкви одни женщины. Где мужчина? В кустах. Молодец, Алишер. Он говорит, я здесь. Это правильно. Слава Богу за мужчин. Слава Богу за мужчин. Я говорю, если мужчина... Я вчера разговаривал с одним мужчиной. Этот мужчина мне там в три короба нагрузил. Я говорю, ну раз ты такой грамотный, почему же вот так и вот так и вот так и вот так еще список цены? На что он не смог начать делать? Я говорю, только из-за того, что мы начинаем спорить. Я мужчина еврей, я мужчина мусульманин, я мужчина православный. Да хоть ургуаец, какая разница, кто ты. Если ты не понимаешь свое предназначение в Боге, если ты не вглубляешься в Божьем Слове, если ты не делаешь то, что Бог тебя предназначил, то будь кем угодно, мне какая разница? А то, что ты наденешь на себя звезду Давида, или у меня был такой крест серебряный, вот такой на пол живота, я такой ходил, я христианин. Но вел себя далеко не как висели. У моего брата двоюродного золотой крест на вот такенной цепи был. Но он же даже понятия не имел, что такое мужчина с точки зрения Бога. От того, что таки бы ты себя не называл, от того, что ты будешь бить в пол, сто раз в день головой о пол, выполнять какие-то ритуалы и обряды, но не понимать свое предназначение как муж, как мужчина, толку же никакого не будет. В кустах будешь. Когда Бог начнет тебя искать, ты будешь в кустах. И возвал Господь Бог к Адаму. Он сказал, Адам, где ты? И когда мужчина... Мужчина... Аня, подлец. Когда мужчина не выполняет свою миссию, где он? Что он начинает делать? Смотрите, красота. Он сказал, Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что голый я. Скрылся. Нечего тебе сказать. Сори. Я тут голый. Извини. Без трусол. Без галстука. Без носок. Представьте. Бог хочет общаться с мужчиной. А его нет, он голый. В кустах спрятался голый. И сижу в кустах голый. Дальше. И дальше еще интереснее. И сказал Господь. Кто сказал, что ты голый? Не ел ли ты от дерева, которое я запретил тебе? Римлянам первая глава говорит. Из-за того, что мужчина не заботился о том, чтобы в его разуме было и пребывало Божье Слово. За это Бог изратил разум мужчины. И он заменил естественное употребление женщины на сверхъестественное управление, на неестественное употребление мужчины. Мужчина, который не разбирается в Божьем слове, он начинает говорить, женщина не предназначена для меня. Для меня предназначен мужчина. Мужчина, который не держит Божье Слово в своей голове, он говорит. Знаешь, жена, извини, ты после родов поправилась, мне не нравятся твои складки на твоем теле. Сори, вот есть моложе и красивее и стройнее. Потом так, что-то у него появилось не то. Он говорит, извини, мне не нравится твой характер. Давай, до свидания, я вот третью нашел. И так пятую, и так третью, и десятую, и двадцатую. Почему? Потому что этот мужчина, этот муж, не понимает своего четкого предназначения, своего четкого понимания. И он начинает, и Бог говорит, а кто тебе сказал, что женщина не для тебя? Кто тебе сказал, что эта женщина, с которой ты сейчас живешь, не подходит тебе? Кто тебе сказал это? Кто тебе сказал, что ты не должен обеспечивать свою семью, потому что, видите, к тебе плохо там относятся? Кто тебе сказал, что ты имеешь право там превозноситься на помощницах своих? Кто тебе потом сказал? Адам сказал, что жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Когда мужчина, не понимая свое предназначение, он начинает обвинять кого? Женщину. Жена виновата. Вот она такая, всякая, растакая. Мало того, это ж ты мне ее дал. Понимаешь? Это ты мне дал. То, что потом меня еще сделало гречником перед тобой. Что я еще, видите, голый, тут прячусь в кустах. Когда мы теряем? Авраам идет со своей женой Сарой, любя друг друга до глубины мозгов. И тут вдруг узнали, что в ту землю, в которую они идут, голый. И они говорят, давайте, и он говорит своей жене, давай завернем в Египет. Но, говорит, мы зайдем туда по-другому. Ты не будешь моей женой. Ты будешь моей сестрой. Чтобы меня не убили. Слава Господу за Господа, который исправил эту ситуацию. Но когда мужчина получил от слова от Господа делать какое-то предназначение, делать какую-то миссию, делать какое-то служение. По дороге, любая миссия, любое предназначение от Бога, ты встретишься с трудностью, по-любому. Где-то будет голод, где-то нужно будет заплатить цену, где-то нужно будет попахать, где-то нужно будет закатать рукава, чтобы обеспечить свою семью и свое предназначение. Но мужчина понимает, что ему нужно будет заплатить цену Он убегает в Египет И опять же подставляет кого? Женщину Третья история Давид Предназначением его тогда, в тот момент было завоевывать землю для Бога И тут он решил, все, навоевался Не пойду больше, поваляюсь-ка я дома И тут под луной, вечер, вышел на улицу И опять виновата кто? Женщина Купается на виде левио-бассейна Голая еще И он переспал с ней И теперь пошел убивать Мужа ее, сын умирает, первенец умирает Как только мужчина, перефокусируясь С того предназначения И с того призвания, которое Бог ему сказал Все Вот это семья, которая в Новом Завете, в Деяниях Которая Пожертвования не донесла А, да А, спрятали Да, спрятали Муж Получил предназначение Приходит В дом, говорит Получили деньги Какой диалог между ними произошел, я не знаю Но приходит, умирает И потом приходит женщина, тоже умирает Почему женщина должна страдать из-за того, что мужчина Ну, не выполнил, не настоял на своем предназначении Не настоял на своем призвании Не сказал свою точку Вот так должно быть, никак по-другому Мы предназначены, как мужья, как мужчины Как человек с духом мужчины Как человек, который изначально был поставлен Богом Смотреть на все С точки зрения того, чего Бог нас научил И с точки зрения того, как Бог нам повелел быть на этой земле И не обвинять жену Женщину, что она в чем-то виновата И так у нее столько плеч Столько забот на ее хрупких плечах И так, числа 30-я глава Теперь посчитаем разные места из Писания Очень интересно Числа 30-я глава Надо ему испанскую Библию Если жена в доме мужа своего дала обет Или возложила за рог на душу свою склятвую И муж ее слышал и промолчал о том И не запретил ей То все обеты ее состоятся И всякий за рог, который она возложила На душу свою состоится Если же муж ее услышал Отвергнул их То все вышедшие из уст ее обеты Ее и за роги души ее не состоятся Муж ее уничтожил их Господь простит ей Всякий обет и всякий клятвенный за рог Чтобы смирить душу Муж ее может утвердить И муж ее может отвергнуть Если же муж ее отмечал в тот день О том день за днем То он тем утвердил все обеты ее И все за роги ее Которые на ней утвердил Потому что он услышал Услышал, молчал о том А если муж отвергнул их После того, как услышал То он взял на себя грех ее Вот уставы, которые Господь Бог Повелел Моисею Об отношениях между мужем и женой его Между отцом и дочерью его В юности ее В доме отца нее Первая заповедь, которую я рассмотрел в числах Что мужчина, который зрелый Который духовно зрелый Который четко понимает предназначение своей семьи Который четко понимает свое предназначение Который имеет отношение с Богом Который понимает, что Один раз в жизни женщины Произошел неправильный выбор И неправильное решение И муж, как глава семьи В этом поучаствовал Потому что он поддержал эту женщину И Бог сказал Моисею Что с сегодняшнего дня Мужчина имеет полную ответственность За все решения женщины И если женщина что-то захотела сделать Но муж говорит Извини Это не соответствует с Божьим словом Это не соответствует с тем призванием И предназначением Это не соответствует с тем видением Которое Бог нам открыл Ты не можешь это делать Жена говорит Как? Я уже пообещала Не переживай Все твои обещания я беру на себя То есть зрелый мужчина Он не подставит свою жену Что? Она вам сказала Давайте вместе посмеемся Как она будет делать? Нет Этот мужчина говорит Извини Я разберусь за тебя Он придет и скажет Знаете что? Не дурите моей жене голову А если вы еще раз придете И дурить голову То его